всем привет с вами ольга сухова и в этом небольшом видео я хочу показать как я с недавних пор делаю отливки которые гибкие пластичные и их можно клеить на какие-то выпуклые предметы вот в частности я делала бутылку шампанского и вазочку конфетницу значит до этого вообще обычно я заливала вот такие вот молды обыкновенным гипсом они получались хорошенькие но вот в данном случае в такой молд еще можно залить гипс она довольно таки глубокая эта форма а есть такие вот они очень тонюсенькие прям и гипс при вытаскивании просто ломается но опять же гипс он не гибкий естественно его нельзя приклеить на какую-то баночку например я лазила очень долго по интернету причем не один год наверное я искала рецепт который можно было вот который можно было использовать чтобы делать по простому без всяких там заморочек и дорогих цен чтобы отливки были именно вот хорошего качества ровненькие и гибкие и мне попался рецепт с использованием акрилового герметика то есть вот такая обыкновенная тубус или как-то называется банка герметик там как раз уточняли должен быть именно акриловый вот слово акриловый здесь как раз написано фирма может быть как там опять же говорили может быть любой но вот мне у меня дома была вот такая вот туба осталось отстройки и даже не помню что я делали но очевидно что-то в ванной мазали наверное не знаю и я решила попробовать вот именно с этим вот герметиком и залить вот в эти формы как заливал как заливать и как заливаю я я вам сейчас покажу сразу только скажу что я не специалист с работа с молодыми я чисто делаю для себя и вот ну по мере необходимости и этот рецепт опять же я нашла чисто для себя исключительно для себя если вам не понравится но как бы на вкус и цвет сами понимаете делайте как вам больше нравится я залила вот эти молды вчера вечером то есть в чем тут какой момент этот герметик очень долго застывает то есть чтобы он схватился и под застыл надо как минимум часов в 6 8 вот я их залила вчера вечером и положила на на батарею у меня батареи с такими решеточками сверху я спокойно могу так вот положить ее ровненько и она будет лежать то есть можно просто оставить на воздухе но тогда это получается срок где-то около суток эта штука сохнет я сейчас вам покажу что у меня получилось в результате вот частности вот эту маленькую формочку я залила вот она видите уже немножко тоже даже отстает то есть вот эта штука лежала у меня со вчерашнего вечера и теперь я просто начинаю ее вот так вот немножечко ну отковыривать и хватаю за вот этот вот хвостик уже и тяну и вот такая получается вот такого качества получается отливка я не знаю камера сфокусировалась наверное хорошо то есть у нее видны все мельчайшие вот эти вот точечки кружочки квадратички бывают конечно пузырики на самой на самом герметике в частности вот масенький такой пузырик вот здесь вот но я считаю что это прекрасное страна качество это как бы можно и простить вот вот если такие вот наплыва видите вот они торчат это потому что я когда размазывала герметик по форме я немножко много его оставил надо более тонко вымазывать эту форму но это все опять же берется вот и либо пальцами либо я делаю беру пинцет и все это пинцетом все выдираю то есть это все ерунда это все по приклеиванию на основу все равно все то как будете красить и все это зам закраситься замажется ну такие большие лопухи я выдираю вот видите какая получается она она чистенькая ровненькая хорошенькая вот сейчас большую вытащу а еще хорошо смотрите этот герметик он спокойно совершенно отдирается от формы даже практически не надо мыть эту форму но она моется вот в том то дело что акриловый герметик моется прекрасно это не силикон который там надо я не знаю каким-то растворителем надо смывать этот герметик смывается водой и он работает совершенно по-другому в отличие от силиконового именно ряда поэтому его и вот я вот так вот немножечко обдираю и чтобы я не мыла его беру кисть какую-то жесткую вот обыкновенную щетинистую кисть и вот так вот все это вычищаю она смахивается но можно помыть и потом посушить тоже влажной салфеточкой какой-то либо смысле салфеточка такой сухой все идеально получается чисто эта формочка вот она готова к следующему исполнению так сейчас я вытащу вот этот второй вот здесь тоже такие большие намазала вокруг но это всем спокойно берется и вот видите как вот как чулок она все снимается очень замечательно даже не просто лишнее уберу чтобы они мне не мешались вот они тут наляпала я в эти залезла конечно то что неудобно вот и теперь я сейчас вот эту вот вытаскивать будут центральную вот она точно также с одного бока начинается и вот так она вот она спокойно вынимается вот такая красивая получается отливка ссылки на алиэкспресс я вам давала но я потом под видео их напишу просто такие формы очень удачные чем они не понравились их можно вот допустим стакан какой-то вот я раз его ну стакан баночка там что у вас есть и пролепила форма как видите гибкая она прекрасно себя ведет прекрасно укладывается на этих поверхностях или вот какая-то банка ну банка чумазая как бы ладно я чисто так для эксперимента вот раз и пролепила клею я на клей пва прям приклеиваю к основе и все и потом уже крашу форма вот это вот лежит очень долго в таком состоянии я положила просто в коробочку и перестелила их целлофанными пакетиками и все это прекрасно там лежит и все это гнется и все это вот так хорошо то есть пока вы там не начали красить краской и покрывать лаком она все гибкая что самое интересное чем мне этот герметик еще и понравился ну это все потом обдерут эти вот неровности вот такая получается прекрасная штучка то есть мне этот рецепт очень понравился главное что все просто не надо ничего месить и замешивать какие-то составляющих частей все это высыхает ну ну долго ладно но как бы все равно высыхает и герметика спокойно продается в магазине стоит он не так дорого это банка намного хватает теперь я покажу как я заполняют эту формой давайте вот эту прямо сейчас и сделаю красивенькую маленькую значит а вот я не просто укладываю герметик у меня довольно таки старый поэтому он у меня очень туго выдавливается честно говорят в этом проблема просто беру от герметик эту тугу и начинаю выдавливать вот на эту форму некоторые говорят получаются пузырьки но вот пузырьки получаются может быть герметик такой может быть заполнение не очень удачно я не знаю но мне тоже получается мазь мазь сеньки такие пузыречки но как бы их немного и вот дальше что я делаю пока вот эта штука капает я ее прямо на пакетик вот так оставляю все равно под давлением там немножко идет теперь беру шпатель и начинаю не просто вот размазывать а вот макушкой начинаю сначала просто хаотично вдавливать вот в эти маленькие закуточки этого узора то есть наша задача в данный момент вмазать его во все места куда трудно трудно доступно потому что все таки герметик довольно таки густой он не сам не течет его надо именно вмазать здесь мало у меня удача я беру просто этот хвост который там накапал у меня уже не забираю его уже отсюда и до мазываю она там дальше вылезает и вот я именно сначала вмазываю вот в эти можно даже в руки взять можно так прям его по пожамкать подвигать и саму вот эту вот основу формочку чтобы именно вмазалась у вас во все вот эти вот дырочки ну смотрите внимательнее от этого конечно зависит качество вот я как бы ну вроде как в мазал считать будем дальше немножко разравниваю и теперь уже дополняю недостающий объем еще небольшой такой порции вот этого из труб из тубы много не лейте потому что тут форма небольшие не надо чтобы она у вас там через края перелезала тогда вот эти красно плыва получаются то есть нам надо чтобы эти вот розовые части они остались на воздухе розовые части это дырочки в узоре они должны остаться на воздухе и должны быть открыты и то есть я вот так вот не за один раз естественно все это размазывают вот в мажу 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 как мне вот кажется что достаточно вот тут может быть даже еще и мало сейчас едно начну добавлю немножко то есть в называем он никогда не будет застывать у вас руках он именно вот мажется мажется и мажется то есть можно взять пластиковую карточку может быть дальше даже можно быть и даже удобнее будет но ты как-то шпателем привыкла так мне кажется мне надо еще немножечко как раз вот здесь от меня выскочила эта штука потому что она постоянно будет вот ползти пока не перестает там давление быть ну и как бы я ее использую все равно вот как-то так то есть я просто ровненько под последний раз уже просто вдавливая шпатель и вот в эту форму я вот выбираю все что там лишнее то есть она получается вот с такими вот розовыми кусок кусочками это вот те части которые должны остаться дырочками все вот на этом этапе я останавливаюсь этого достаточно ну кладу на какую-нибудь там бумажку чтобы просто не спачкать стол и кладу на батарею вот у меня сейчас попробую вам показать это просто у меня здесь кухня и вот там у меня батарея вот сейчас я вот сюда это все попробую положить вот просто место сквозь дырочки идет такой теплый воздух она не сильно горячее ну вот так и вот таком состоянии на у меня ночь лежала как раз то есть можно стоять просто на воздухе как у вас есть возможность так вы и поступаете вот к сожалению вот это использовать уже нельзя то есть надо как-то так рассчитывать чтобы у вас не было таких вот ну и лишнего израсходовать вот это все вытирается о бумагу и затем просто моется под краном с водой прекрасно смылается герметик он не липкий руки не липкие непачканные то есть вот в чем еще большой плюс он именно хорошо смывается со всех вот поверхностей то есть у вас остается чистые предметы вот вот такие короче получаются красивые штучки вот попробуйте кому интересно это попробуйте сделать есть конечно много рецептов вот чем заполняют эти формы их очень большое количество и на пва и на клея всяких ну вот я пробовал с крахмалом там делать какой-то пва крахмал у меня получилась хорошая масса но она при заполнении форма начинает растрескиваться когда высыхает мне это естественно не понравилось ну может быть какой-то рецепт неудачно попался не знаю ну вот эту штучка мне понравился вот этот вот рецепт вот такие получаются хорошенькие отливочки и они очень долго главное лежат что самое главное то есть мы сегодня наделали там допустим кучку какую-то и пускай она у вас лежит до лучших времен чтобы потом вам так быстро не делать все спасибо вам за внимание надеюсь этот ролик вам хоть немножечко чем-то помог то есть я старалась рассказать о том что именно я использую для себя все спасибо всем за внимание до новых встреч и